Чемпионат мира по футболу стал настоящим праздником. Нижний Новгород принял целых шесть матчей мирового первенства. Болельщики со всего мира, непередаваемая атмосфера и прекрасные эмоции. Чтобы этот великолепный праздник состоялся, аэропорт Стригина и его сотрудники приложили массу усилий. Пассажиропоток в дни проведения Мундиаля вырос на 57%. Наша воздушная гавань тогда обслужила 122 тысячи пассажиров. Одна из героинь, которая принимала гостей Мундиаля, Наталья Власова. За большой вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 благодарность президента Российской Федерации объявлена бывшему ректору Сельскохозяйственной Академии Александру Самоделкину и Наталье Власовой, начальнику службы организации перевозок Нижегородского аэропорта. В Нижегородском аэропорту она работает 12 лет. Начала карьеру в качестве агента по регистрации. Провожала пассажиров на воздушное судно. Конечно, в период проведения Чемпионата мира эта благодарность ярче выражалась и ярче воспринималась нами. Пассажиры опаздывали на свой рейс, теряли документы. Поэтому помощь оказывалась стопроцентная. Связывались со всеми службами, с миграционными, со всеми представителями. Все решалось сразу в режиме онлайн. В бальном зале усадьбы Рукавишниковых собрались люди разных возрастов и профессий. Это и эксперты в области сельского хозяйства, слесари и сварщики, учителя и энергетики. Всех их объединяет одно. Сегодня они получают благодарность за свой труд. У кого-то на груди уже сверкает медаль. Кто-то пришел за первой наградой. Это награда не только мне, это награда всему моему коллективу уникального учреждения гимназии 53. Почему уникальное? Потому что единственная в Нижнем Новгороде школа с углубленным изучением французского языка и работающим билингвальным двуязычным отделением. Сегодня честно наших предприятий, которые ведутся с одной стороны, пренебраться в районе себя ответственности. Те, кто достигает таких успехов и ответственности, которые государство просто не может. В Нижегородской области включили в госнаград особое событие. Оно случается несколько раз в год, но при этом не теряется торжественность и значимость. Благодарность получают за заслуги в области образования, за развитие ветеранского движения и физической культуры и спорта. Всего 42 награжденных. После торжественной церемонии многие отправляются трудиться и дальше с гордым чувством, что их вклад в развитие Нижегородской области замечен, а значит нужно трудиться и дальше, и воспитывать новые поколения профессионалов. Вероника Демина, Алексей Калякин, Василий Терехин. Время новостей.